Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Россияне меньше интересуются валютой. По данным Центробанка, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в январе 2015 года сократился более чем в 3,3 раза. За первый месяц года россияне купили в банках и сняли с валютных счетов в пересчете на доллары всего 6,379 млрд долларов. Это на 14,5 млрд меньше, чем в декабре 2014 года. Объем продаж наличной валюты сократился в 1,8 раза. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты упало на 29%, а средний размер одной такой сделки сократился на 21%. Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд по результатам 2014 года получил от инвестирования средств пенсионных накоплений составила 22,5 млрд рублей, что в пересчете составляет 7% годовых. Для сравнения, управляющие компании, с которыми у ПФР заключены договоры доверительного управления, по итогам 2014 года показали среднюю доходность 2,5%. Поскольку в 2014-2015 годах действует мораторий на формирование пенсионных накоплений, в 2014 году Пенсионный фонд инвестировал пенсионные накопления, которые не были переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в размере 323,2 млрд рублей. Жаль, пенсионерам от этого не легче. Крым к приему туристов готов. Руководство полуострова заявляет о том, что инфраструктура и транспортная система полностью готовы к сезону. Аэропорт Симферополь готов принимать до 200 рейсов в день. При этом приоритет будет у Москвы и Подмосковья. Оттуда следует большой объем туристов, желающих посетить республику. Основной задачей властей Крыма в этом сезоне станет обеспечить туристам те условия, за которые они заплатили деньги, чтобы люди не разочаровались. Да уж, Крыму придется потрудиться. А на сегодня это все. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok